Со снегом. Такая тёплая погода также планируется, ожидается и до следующего вторника. Но сегодня вечером в Москве обещают сильный ветер, мокрый снег и гололёд. На все 100 с Дмитрием Дерунцом. Проект На все 100 на Спорт.ФМ открывает дискуссии, поднимает проблемы, слушает ваше мнение. Главные вопросы современного спорта обсуждаются здесь, с 19 до 20 часов по будням. Меня зовут Дмитрий Дерунец, я буду рад услышать тех, кому не наплевать на будущее спорта, а значит и на своё будущее. Наши координаты. Вайбер, ватсап 8925222293.2, смс-портал 5533. В начале слово «спорт» и, конечно же, наша страница ВКонтакте, где вы смело можете оставлять комментарии, а мы смело, точно так же смело можем с вами общаться. Совсем скоро в нашу студию придёт Дмитрий Навоша, человек, который, как правильно выразился, Василий Уткин, ведёт проект портала «Спортс.ру» и в чьём исполнении совсем недавно была поднята тема телерейтингов, телерейтингов спорта. Поэтому будем говорить о том, как всё-таки спорт сделать популярнее. И возможно ли это вообще в целом в российской нашей современной действительности. Правда ли мы не спортивная страна именно с точки зрения интереса к спорту? Почему рейтинги такие плохие? И куда дальше двигаться? Какие виды спорта развивать возможно? В правильном ли направлении двигается тот же самый телеканал «Матч ТВ»? И, ну, собственно говоря, тоже вопрос и к вам относительно нас, относительно «Спорт.фм». Очень интересно, насколько вы готовы именно в нашем исполнении слышать другие виды спорта. Пишите вайбер, ватсап 892-522-2293-2, смс-портал 5533 в начале слова «Спорт». Очень интересно, что вы хотите слышать на волнах «Спорт.фм». Может быть, вам чего-то не хватает именно с точки зрения наших ведущих. Это очень правильная тема, на мой взгляд, именно в концовке года, когда мы подводим итоги, когда мы смотрим на все то, что было в этом году. А ведь это год был четный и насыщенный спортивными событиями. Не забывайте, что у нас в 2016 году прошел чемпионат мира по хоккею, и он прошел в нашей стране, в Москве и Санкт-Петербурге. Следом практически не было времени на то, чтобы передохнуть. Пришел чемпионат Европы по футболу, и мы его очень ждали, болели за нашу команду. Да, не все ожидания оправдались. Понятное дело, что наши вылетели быстро, но, тем не менее, следили за чемпионатами Европы. И мы довольно пристально, да, уж решающие игры точно все были в прямом эфире на волнах Спорт.ФМ. Следом пришла Олимпиада в Рио-де-Жанейро, на которую сборная России не смогла поехать в полном составе, но, тем не менее, все-таки она там была и завоевывала медали, и мы вместе с вами за наших болели очень. Поэтому, конечно, вот этот вот год, он прошел, он миновал. Что будет дальше? 2017 год, как и любой нечетный год, он не готов предоставить вам такое количество спортивных событий. Но при этом будет, конечно же, Кубок Конфедерации по футболу, который, мы надеемся, пройдет в нашей стране все-таки, да, и который будет предварять домашний для России чемпионат мира по футболу. Но в 2018 году расклад будет, опять-таки, совсем-совсем иной. Что вы хотите слышать на волнах Спорт.ФМ? Какие виды спорта вам интересны? Чего вам не хватает? Это очень важный момент, который мы хотим от вас узнать. Вот, например, уже пишут на Вайбере в WhatsApp 8925222293.2. Все, что идет до 100% в хоккее, слушать невозможно. А я с вами поспорю. Да, действительно, обсуждение непосредственно спортивных событий в нашем эфире начинается с 16.00 по московскому времени, когда заступают на вахту Владимир Дегтярев и Дарья Миронова. Ну, чаще всего они вдвоем. Иногда Володя один бывает. Когда говорят о хоккее. Дальше все это перетекает в 100% футбола. Дальше вот наш проект на все 100. Дальше программа ТОП-спорт. В общем, непосредственно спортивные моменты. Но, уважаемый неподписавшийся слушатель, который это и написал, скажите, пожалуйста, насколько вы готовы говорить о том, что аудитория Спорт.ФМ должна быть исключительно спортивной? Насколько мы можем делать то самое кросс-промо? Насколько мы готовы привлекать к спорту иную аудиторию? И на мой взгляд, вот вы говорите до программы 100% жизни, да? До программы 100% хоккей. На мой взгляд, программа 100% жизни как раз с этим часто и справляется. Мы говорим об общечеловеческих проблемах и потихоньку подтягиваем их к спорту. Ну, а прямо сейчас мы, вижу, большое количество ваших сообщений уже на эту тему, советов по тому, чем же нам разнообразить эфир. Поговорим о настоящем и будущем спортивной журналистике вместе с Дмитрием Навошей, человеком, о котором вам будет полезно, наверное, услышать нашу небольшую справку. Досье. Дмитрий Навоша. Родился в Минской области. Окончив школу, начал карьеру в газете «Пресс-бол» в Белоруссии. Был обозревателем «Известий», сотрудничал с журналами «Афиша», «Афиша мир» и «Джикью». На протяжении нескольких лет работал старшим редактором журнала про спорт. С 2006 года Дмитрий Навоша является руководителем портала «Спортс.ру». Дим, привет! О, услышали мы Дмитрия Навоша, да, вроде бы услышали. Итак, человек, который ведет один из главных спортивных сайтов страны, «Спортс.ру», у нас сейчас в эфире. И мы как раз решили Дмитрия Навоша пригласить сегодня. Почему? Потому что очень серьезное обсуждение, я думаю, и Дмитрий сам привлек к этому внимание, сознательно, вызвало, скажем так, итог года, можно и так сказать, в одном из блогов на портале «Спортс.ру», в котором были подведены те самые итоги о показателях нашего единственного спортивного канала, канала «Матч.ТВ». Мы все говорим о спорте, мы стараемся, спорт, мы в него влюблены, мы стараемся спорт сделать интереснее. Но итоги неутешительные. Дим, страна-то у нас спортивная. Страна у нас не настолько же спортивная, насколько спортивными считаются страны западного мира, Соединенные Штаты Америки, Канада, Европа, да что уж говорить, Турция или Бразилия. Конечно, там уровень интереса к спорту выше, это не голословное утверждение. Мы, например, когда запускали сайт «Спортс.ру», проанализировали такой индекс интереса к спорту, выводили его из телевизионных рейтингов, из посещаемости матчей, из тиражей газет. В Испании две самых тиражных газеты – спортивные газеты. В России это не так. И в тот момент у нас получились такие цифры, это был 2006 год, что в Соединенных Штатах Америки в ежедневном режиме спортом интересуются до 30% людей, жителей вообще. Да, население, не важно, мужчин, женщин. В Великобритании 28%, в России была цифра 6-7%. Даже в Чехии была цифра порядка 25%. То есть это кратно, не на порядок, но кратно превосходит российские цифры. И в этом смысле мы, конечно, сильно проигрываем. Кстати говоря, с моей точки зрения, динамика положительная есть. На протяжении последних 10 лет уровень интереса к спорту в ежедневном режиме дорос до порядка там 80% населения. 8-10. То есть 14, 15, 12 миллионов человек интересуются спортом, даже помимо Олимпиад и Чемпионатов мира. Конечно, когда происходят Олимпиады и Чемпионаты мира, цифра растет. То есть мы не спортивная страна в той же мере, в какой западной страны, но это не приговор, есть положительная динамика и есть какие-то люди, довольно большое количество, которые любят спорт. Это Дмитрий Навоша, человек, который ведет сейчас портал sports.ru, человек, который во многом является знатоком в плане спортивных СМИ прямо сейчас в российском эфире. Пишите нам в вайбер и ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-2-9-3-2, смс-портал 5533 в начале слова спорт. Соответственно, наша страница ВКонтакте. Вижу большое количество сообщений и по эфиру спорт.фм, и вопросов уже к Дмитрию приходят, но мы постараемся сегодня в течение нашего эфира ну, подискутировать и понять, куда же нам двигаться. Итак, Дим, ты считаешь, обозначил все-таки даже некий прогресс, если брать в десятилетнюю давность, да, 2006 год. Не всякие сомнения происходят. Да, он происходит, этот самый прогресс. Я могу приводить даже какие-то цифры, для того, чтобы, опять же, не звучать голословным, потому что есть, конечно, большое соблазн выдавать желаемость. Действительно, мы люди, которые любят спорт, мы общаемся во многом с людьми, которые спорт любят, и у нас может сложиться какая-то аберрация зрения как-то так, что это вообще, не знаю, за мужик такой, который вообще не интересуется, как там какой-нибудь, как российские футбольные клубы выступают в юрокубках, или там сборная по хоккею, начинаете мира по хоккею. Цифры достаточно красноречивые, если говорить о том, что у нас неплохо в стране. Самые популярные медийные новостные приложения – это спортивные приложения. Без должной скромности скажу, что спортсвучка.ру популярнее в мобайле, чем РБК, чем Рамблер и ряд других популярных, лента.ру и так далее, популярных изданий, мы как спортсвучка.ру видим постоянное увеличение пользователей, даже за последние года три мы выросли почти вдвое. Это живые люди, они откуда-то берутся, они ведут довольно много активности на сайте, проводят много времени. Но это же не только исключительно ваше приложение, это в целом мобильные спортивные приложения. В целом есть другие. Мы говорим о том, что молодая аудитория спортом интересуется. Еще очень интересные цифры – это размеры паблика ВКонтакте, спортивных пабликов ВКонтакте. Они достаточно большие. Понятно, что находятся какие-то темы, какие-то приколы, что-то еще, что популярнее. Но в целом объем спортивной аудитории, который виден в соцсетях, опять же, в основном молодой аудитории, тоже внушает оптимизм. Нам совершенно точно есть с кем работать. Дим, нам тут же приходит вопрос, который я, наверное, не имею права не задать. Не забывайте наши координаты. Вайбер и WhatsApp 8-9-25-22-2-2-9-3-2. СМС «Портал» 5533 в начале слова «Спорт». Это «Спорт.ФМ». Мы вместе с Дмитрием Навошей говорим сейчас о российских спортивных СМИ, о том, как нам популяризировать. Очень сильно. И среди молодой аудитории конкуренция проигрывает. Опять же, есть цифры, публиковал их у себя в блоге. По рейтингу популярности клубов среди разных возрастов. Если для 45+, всегда гарантировано первое и второе место «Спартак Зенит», третье «ЦСК», и в топ-10 находятся 7 российских клубов, то для аудитории, например, до 18 лет или до 24 лет первые три места «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед». И в топ-10... И ведь дальше хуже будет, да? Если еще молодежь брать. Пока абсолютно точно тенденция отрицательная, потому что западные клубы давно смотрят на глобальный рынок. Они умеют... Это вопрос не только качества футбола. Качество футбола, конечно, важно. Они умеют просто нравиться людям. Они умеют с ними разговаривать. У многих этих клубов там сайты, соцсети и так далее на разных языках. Видите, у футбольного клуба «Ливерпуль» есть паблик во Вконтакте на русском языке. Официальный. Который ведут социальные люди. И еще у нескольких западноевропейских клубов. То есть они уже ведут борьбу за российскую аудиторию на российской территории. Это же у «Манчестер Сити». Моего любимого, хотя я один из трех, по-моему, болельщиков «Манчестер Сити» в России. Тем не менее, есть сайт на русском языке. Ну да. Да-да-да. И это новая реальность, которая... Я уже, наверное, не говорю, не сообщаю никаких новостей, потому что эта новая реальность наступила некоторые качества лет назад со распространением интернета. И российский спорт к ней не вполне адаптировался. Как? Ну почему? Неужели мы... Ну хорошо, мы боремся, стараемся кричать, орать о каких-то возможных договорных матчах и еще что-то. Но как нам вроде бы в понятной абсолютно ситуации... Ну, я работаю, допустим, с клубным телевидением «Динамо Москва», да, но вижу, что тот же самый «Спартак», у которого потенциально невероятная аудитория, совсем не реализует ее, не реализует возможности, ну, в общем, с ней работать и привлекать еще больше. Ну, на мой личный взгляд, «Спартак» и «Зенит» являются двумя лучшими примерами среди клубов, и они, в общем, работают выше среднего, если брать вот средние... Я вот с «Зенитом» согласен, со «Спартаком» поспорим. Мне кажется, «Спартак» может гораздо лучше работать. Может, ну да, может, может. Что нужно делать? Очевидно, что вряд ли какой-то трансферий клубов собирается купить Месси и Кришна Роналду в ближайшее время. Пока такой перспективы нет. У нас была некая иллюзия модели, что сейчас наши клубы будут скупать Роберта Карлоса в большом объеме лет пять назад. Но эта модель, очевидно, она как бы обанкротилась. Нет сверхденег в России, чтобы вот так разбрасываться. Новая реальность потихоньку наступает. Да. И, в принципе, с моей точки зрения, это был достаточно ложный путь, потому что есть еще Китар, есть Катар, есть Китай. В общем, есть ребят побогаче, которые, даже если бы в России было все хорошо, смогли бы покупать больше. Нужно использовать преимущество нахождения здесь, потому что все-таки такой способ контакта с аудиторией, как получить ее на свой стадион и как бы дать неповторимое зрелище, дать прекрасную атмосферу, дать ощущение. Людям нужны разные ощущения. Когда я иду с ребенком, мне нужно, чтобы это было как бы вау, впечатление на всю жизнь для ребенка. Когда я иду там с парнями, мы хотим поорать, там, не знаю, может быть, и пожечь, может, даже фаеры. Когда я иду там, не знаю, с коллегами по работе, я хочу, чтобы я выглядел как бы человеком, который подарил им, опять же, там, ну вот, какое-то респектабельное зрелище. И можно умудряться в один и тот же момент времени обслуживать все эти разные аудитории довольно качественно. И, конечно, нужно использовать нахождение на местности нашим клубам в полной мере. И ЧП «Мира по футболу», вызвавший приток, точнее, появление в России наконец-то современных футбольных арен, дает неповторимый шанс, который, может быть, один на сто лет такой, и другого не будет. Если мы сейчас не научимся, российский клуб не научится этим шансом пользоваться, то я не думаю, что что-то сможет остановить этот регресс. Дмитрий Навоша, человек, который вместе с вами внимательно следит за спортом, и человек, который сейчас работает на портале sports.ru, и, кстати, не только над ним, Дим, какие еще есть проекты? Мы на протяжении последних лет запускаем спортивные медиа не только в России. У нас уже существуют шесть языковых версий. английская, испанская, итальянская, немецкая, французская, сейчас запускаем арабскую. Есть офис в Барселоне, есть первые успехи, мы уже перевалили за первый миллион нерускоязычной аудитории. И, кстати говоря, один из трендов, который мы используем, это как раз интерес к топ-клубам, потому что, очевидно, спорт становится глобальным зрелищем. Очевидно, что такие проблемы, которые есть в России, с вытеснением западным спортом, местного спорта, они есть в большинстве стран мира, кроме как раз ведущих стран Европы и Соединенных Штатов. То есть даже в Швеции люди смотрят больше английскую премьер-лигу, чем местный чемпионат. И это такой большой серьезный вызов для всех локальных турниров. И тут мы вспоминаем рейтинги матч ТВ и понимаем, что в России английскую премьер-лигу смотрят плохо. Я просто думаю, что многие смотрят ее английскую премьер-лигу не только по телевизору. У нас никогда не была полностью решена проблема пиратства. Достаточно любой активный пользователь интернета прекрасно знаком с понятиями сабкаст и так далее, которые помогают, дают доступ к любым трансляциям и даже тем, которые доступны на федеральном телевидении. Помимо этого, ну, мне кажется, что абсолютно любой спортивный продукт можно взять российскую футбольную премьер-лигу, можно взять английскую премьер-лигу, в России не допродан. Продажа продукта, завернуть его, как бы подать на блюдечек с глубокой каемочкой пользователю, это как бы непростая задача. И она не исчерпывается, нельзя считать свою работу сделанной, когда я просто поставил матч в турнирную сетку. Мне нужно разогревать людей, и привлекать внимание к трансляциям. Мне нужно, наверное, если у меня есть права на трансляции, поддерживать вообще интерес людей между матчами. Потому что в футболе много чего происходит. Я не знаю, работает ли история такая для вашего радио. У нас на сайте нет межсезонья, потому что в межсезонье люди точно так же ходят на сайт с такой же активностью, как во времена пиковых матчей. Потому что есть трансферы, есть там обсуждение, как мы играли в прошлом сезоне, как будем играть в следующем. И спорт не состоит только вот, не начинается с первым сельском арбитра и не заканчивается с последним. Это вообще как бы, это на самом деле такой бесконечный сериал. Вот мы живем там, не знаю, с английской премьер-лигой или с российской флорной премьер-лигой, и это вот наши герои, они ведут себя в разных ситуациях по-разному. Дим, у нас минутка до новостей прямо сейчас. Специально употребляю прямо сейчас, потому что Sports.ru человек. Скажи, пожалуйста, Матч ТВ предоставил много возможностей смотреть бесплатно. Это хорошо или плохо? С моей точки зрения, стратегия может быть, у меня нет однозначного ответа, не будет короткого ответа, можно так делать, если ты знаешь, зачем ты делаешь. Если у тебя этап роста и завоевания новой аудитории. А если у тебя этап уже, когда ты собираешься там монетизировать, очевидно, что спорт лучше монетизируется через платные каналы, то нужно, конечно, комбинировать бесплатные трансляции с платными. И бесплатные должны быть просто витриной для платных телевизионных каналов. Дмитрий Навоша, человек, который вместе с вами переживает за российский спорт, у нас в гостях. Сейчас делаем паузу на новости. Это Спортов. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Это проект «На все сто». Вернемся. Огромное количество вопросов. Невероятно интерес на вайбере и ватсапе. Постараюсь все задать сразу после новостей. Реклама. Совершай покупки в торгово-развлекательном центре «Ривьера» и выиграй «Киа Рио». Розыгрыш 30 декабря. Автозаводская 18 на третьем транспортом. Акция проводится с 3 по 30 декабря 2016 года. Информация об офицерной акции о правилах ее проведения количества в сроках вместе к порядке. Солнечения на сайте «Ривьера.су». Что, и за лыжи бонусы? И за лыжи. А за коньки? И за коньки. Вы еще скажите, что за любые спортивные новогодние подарки бонусы. А вот и скажем. Приходите в «Спортмастер», выбирайте подарки от 1000 рублей и получайте 3000 бонусов. «Спортмастер. Подари новый год спорта». Подробности о предложении на «Спортмастер.ру». Не проспи. Ночь выгодных покупок. Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита» будет работать в ночь с 24 на 25 декабря. Ночной трафик на дорогах и скидки до 70% сделают эту ночь особенно приятной. Подробности на сайте «Три кита.ру». Вы знали, что квадратный метр может быть круглым? Представьте. Развитая инфраструктура, детские сады, лучшая школа новой Москвы, профессиональный спорт во дворе. Все это вокруг ваших метров. В жилом комплексе «Новая звезда». До 27 декабря скидка 10%. «Крост». Территория, заботы и счастье. Телефон 795 0888. Код города 495. Проектная декларация на сайте «Крост.ру». Ради такого стоило ждать весь год. Старт новогодних продаж в Ауди-центре «Варшавка». Весь декабрь колеса в сборе или каска в подарок. А 22 декабря мы приглашаем всех в шоу-рум на волшебную ночь рождественских предложений. Вы будете приятно удивлены нашими условиями. Волшебство начинается в Ауди-центре «Варшавка». 495-755-8811. 755-8811. Стоимость поля заказка предоставляется в качестве скидки на автомобиль Ауди по маркетинговой программе. Количество автомобилей ограничено. Не является публичной фердой. Не верю, что этот торшер продается так дешево. И что на это кресло такая скидка. Тоже не верю. Маша, ну сколько уже можно не верить? У нас и так полная тележка твоих. Не верю. Только с 22 декабря по 25 января. Невероятные цены на распродажи в Икеа. Айкидо – это школа единоборств, созданная в начале 20 века японцем Марихеем Уэссибой. Айкидо базируется на философском учении, призванном не наносить вред, а нести людям мир и придавать им силу. Главный принцип Айкидо – направлять действия соперника против него самого. Настоящему мастеру достаточно легкого касания, чтобы поменять вектор силы и заставить противника пострадать от собственной агрессии. Сам же мастер Айкидо враждебности компоненту проявлять не может ни в коем случае. Словарь спорта. Бой должен длиться 13 секунд. 2 секунды на сближение, 1 на удар, 10 секунд на отсчет рефери. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе – Майк Тайсон. Спинского шоссе. Чтобы добиться топ-результата, нужно работать на тренировках каждый день. Каждый. Каждый день на Спорт.ФМ. Итоги спортивного дня. ТОП-спорт с Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым. Топ-события. Топ-спортсмены. Топ-результаты. Высший уровень. Слушай ТОП-спорт с Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым только на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 20 часов. На все 100 с Дмитрием Дерунцом. Продолжаем наш эфир. Это проект «На все 100». У нас в студии Дмитрий Навоша, руководитель проекта «Спортс.ру». И анонсируя наш эфир после 19.00 до 19.00, вы все слушали Василия Уткина, который сотрудничает со Спорт.ФМ, который еженедельно приходит к нам в эфир и сказал, что он-то стоял у истоков «Спортс.ру». Правильно, Дим? Да, так и было. Сайт «Спортс.ру» является старейшим спортивным сайтом в Рунете. Только что мы отпраздновали 17-летие. 1 декабря 1998 года он вышел в эфир. И как раз главным редактором тогда был Станислав Гридасов, который впоследствии работал журналом про спорт и с большим количеством других изданий. И Василий Уткин был партнером его в проекте. Его блог хорошо читался? Да, конечно, прекрасно. Это был один из самых... Чего не договорились? Почему сейчас нет? Нет простого ответа. В какой-то момент не договорились. Может быть, когда-нибудь еще договоримся. То есть здесь у нас в Ваше нормальное, прекрасное отношение. Вася, конечно, был у нас на дне рождения. Есть живые люди, у которых свои. Могут быть какие-то пожелания, амбиции и так далее. И это, в общем, нормально. Дмитрий Навуш, руководитель проекта «Спортс.ру» у нас в гостях. Продолжаем говорить о телевидении. Наверное, несколько слов. Вот передо мной та самая статья. Те самые рейтинги спорта и не только спорта. Доля, рейтинг, все понятно. Сам работал на телевидении, знаю, о чем речь идет. Как нам попробовать поднять... Давай так, наверное, даже об этом поговорим чуть позже. Вопросы о Кубке Первого канала. Да, вот сейчас он завершился в минувшее воскресенье, но говорили прежде всего не о хоккее, о том, почему Кубок Первого канала в последний момент снял две прямые трансляции из своего эфира. Это хорошо или плохо для спорта? И почему так вообще может произойти в наше время? Я поговорил про это как про симптом, а не болезнь. То есть это просто показатель места спорта в России. Он помимо Олимпиад и финала Чемпионата мира по хоккее и важных стадий Чемпионата Европы и Чемпионата мира по футболу, он не для федерального телевидения. Он объективно не тянет на эти уровни. И это то нынешнее состояние спорта, которое, ну вот, он вырос там до 10% аудитории, но эти 10% аудитории не смотрят только футбол или только хоккей. Они распределены тонким слоем по большому количеству видов спорта и по большому количеству лиг, потому что у нас, как я уже говорил, есть в стране болельщики из западных клубов, и есть любители НХЛ, которые мне показывают, есть любители НБА. Вот мы, как партнеры НБА в России, видим, на самом деле, вполне большой интерес, но это, конечно, никогда не соберет никаких телевизионных рейтингов. Для нас, для интернета это нормально, для федерального телевидения это провал. Биатлон круче футбола сейчас? Нет, но сопоставим. Он не круче топовых футбольных соревнований. Если сравнивать топовые, то есть Кубки мира и ЧП от мира по биатлону с топовым футболом, нет, не круче. Если со средним футболом, туда круче. Это видно же по цифрам. Да, и вот эти цифры об этом говорят, и мы тоже обращаем на это внимание. И это феномен, это заслуга условно Дмитрия Губерниева, и то, как он еще в свое время взялся за это. Или такое можно сделать с другими видами спорта? Это можно сделать с другими видами спорта. В России есть примеры видов спорта, которые очень сильно набрали популярность в последнее время без Дмитрия Губерниева. Это смешанное единоборство. У нас фантастический рост за последние лет. Шесть, наверное. Из микроскопических рейтингов до топ-3, топ-4 вида спорта в стране. Когда есть сильные бои, бокс обыгрывает даже футбол. Когда там дрались... Боксы просто мало качественного. Когда есть там Кличко-Поветкин, это порвало все рейтинги. И телевизионное, показывал Первый канал, насколько я помню, и в интернете. Когда хорошие бои в смешанных единоборствах, даже без участия российских спортсменов, рейтинги потрясающие. Я думаю, что там Конор МакГрегор популярнее... Входит в топ-10 самых популярных спортсменов России сегодня. Просто это новое явление, которое еще не вполне осмысленно. И вот пример такого вида спорта, который сильно вырос. Киберспорт, который мы сегодня упоминали. Да, киберспорт у нас в гостях был Александр Смит, если ничего не путаю. Наш вице-президент Федерации киберспорта, который, по-моему, должен был сбираться, не знаю, сбрался или нет, уже и в Международную федерацию киберспорта. И огромный тоже был отклик, большое количество вопросов. Люди звонили, спрашивали, помогите нам финансово. Он говорит, да сами ищите спонсоров. Мы сейчас даже не гонимся за деньгами. Каждая нормальная киберспортивная команда находит на себе спонсоров сама. Вот что с киберспортом в этом плане? Действительно, Матч ТВ сейчас пытается угнаться за его развитием. Это правильное дело, или киберспорт будет развиваться параллельно? Александр Смит тот же сам сказал, что мы ждем через 12 лет киберспорт в программе Олимпийских игр. Я не уверен, что Матч ТВ сильно сумеет что-то изменить в своей судьбе с помощью киберспорта. Киберспорт действительно развивается параллельно. Это полностью дигитализированная аудитория. Просто для того, чтобы играть в одну из популярных игр, которые являются киберспортом, тебе нужно быть залогиненным на серверах Steam. То есть у тебя по определению есть интернет, ты по определению продвинутый пользователь. И нет проблем, наше мобильное приложение показывает все киберспортивные матчи. Мы только что выпустили приложение WallPlate, минутка рекламы, которая является уже одним из топовых в мире, оно на русском и на английском существуют, из топовых в мире по трансляциям киберспорта. Но насчет Олимпиады я бы не стал сбегать вперед. Я вообще не уверен, что киберспорту нужна Олимпиада, и нужно вписываться в мейнстрим спортивный. Экстремальные виды спорта, например, очень популярны. Особенно в Штатах есть X Games, невероятно популярные. Их смотрят десятки миллионов человек. И они не очень там... Что-то из этого попало в программу Олимпиады. Но в общем Олимпиада не нужна. У них своя Олимпиада. У киберспорта я тоже думаю, что будет скорее своя Олимпиада, своя сетка турниров. Формула-1 же не присутствует на Олимпиаде. И это очень популярный вид спорта. Интересное мнение. Посмотрим, как будет действительно киберспорт развиваться дальше. Напоминаю, Дмитрий Навоша, руководитель проекта sports.ru, у нас в гостях. Это прямой эфир на волнах. Спорт.фм. Вайбер и ватсап. 8-9-2-5-2-2-2-2-2-93-2. СМС-портал 5533. В начале слово спорт. Много вопросов. Василий Уткин, киберспорт ответили. В общем, тут еще по отдельным блогам на sports.ru, наверное, какие-то вопросы. Потом передам обязательно Дмитрию. Он их прочитает, постарается ответить. В одном из интервью Димты говорил о том, что уровень нашей политической журналистики выше, чем спортивной журналистики. Это было очень давно. Это было в древние времена, лет 10 назад. Как сейчас? Слушайте, мне как-то что-то... Я не знаю, что вообще с политической журналистикой. Это как бы сложная, большая тема. И настолько поменялся мир, что сейчас даже сложно говорить о какой-то журналистике. Ну, с моей точки зрения, да-да-да, именно так. Сложно говорить о журналистике. Есть огромная такая пропагандистская махина и слабый писк какой-то журналистики, которая пытается быть, ну, вот не частью этой махины, а как бы голосом. Ну, не знаю, разуму не разуму, потому что у всех свои субъективные мнения и никакой не является абсолютным, но, по крайней мере, не инспирированы. Это не журналисты как бы на зарплате у государства или у других государств, или у кого-то еще, а те, кто свое мнение, по крайней мере, озвучивает. Таких мало, к сожалению. Да, конечно, спорт гораздо более интересная сфера, сейчас гораздо более свободная, чем политика. Это без вариантов. Тем не менее, мы подчеркиваем, и я это видел и сам по себе, когда-то руководил спортивной редакцией канал ТВ-Центр, которая буквально год прожила после Олимпийских игр 2014 года, домашних российских, и закрылась просто потому что, а зачем? И я знаю таких примеров огромное количество. На разных каналах, в газетах, в СМИ даже наша одна из ведущих агент Стас уже не является обладателем чисто спортивной ленты хотя бы. И это проблема? Я думаю, что мы говорим здесь более-менее об одной и той же проблеме. Если на нее чуть-чуть посмотреть с вертолетной высоты, как бы такой helicopter view дать, у нас просто ломается монополия и ломается старый уклад жизни. Поломалась монополия телевидения, потому что появился интернет, радио, iTunes, радио, соцсети и так далее. Бесконечное количество источников информации, и это заметно усилило конкуренцию для каждого из старых источников информации. Будь то агентство ТАСС, будь то там газета Спорт Экспресс, будь то наш сайт спорт.ру. Мы живем в невероятной конкуренции, которой никогда не было. Никогда ни у кого из пользователей не было такого широкого выбора контента, даже на тему спорта, несмотря на все те привычные явления, о которых мы говорим. И точно в такой же ситуации абсолютные конкуренции начинают жить российский спорт. Каждый из этих видов спорта. Потому что, ну правда, 20 лет назад я мог посмотреть немножко хоккея, немножко футбола, только русского, и все. Я даже результаты мог узнать о чемпионате Италии через два дня в газете Спорт Экспресс, если привозили в мой город. Могли не привозить. А сейчас, пожалуйста, доступ к чему угодно, моментальный. Люди выбирают каждый по своим интересам. К каждому конкретному виду спорта становится жить тяжелее. Но это вопрос конкуренции. Давайте, пожалуйста, вот мы ведем свою конкурентную борьбу, пытаемся находить что-то интересное, какие-то ходы для пользователей. Виды спорта должны находить свой канал Матч ТВ со всем своим огромным конгломератом, со спутниковыми каналами, со своими сайтами. У них два сайта Матч ТВ и Спорт Бокс. Они, конечно, способны в теории быть тоже полезными, зарабатывать, собирать рейтинги по совокупности на всех своих медийных продуктах. Правильно ли работает Матч ТВ? Об этом поговорим сразу после минутной рекламы. Это Спорт ФМ. У нас в гостях Дмитрий Навош. Оставайтесь с нами. Реклама 250 тысяч. Это наше финальное предложение. Только в декабре. При всем уважении ко всему кругу участников, а там вне всяких сомнений работает масса хороших, сильных людей, переживающих за спорт ничуть не меньше нас. И все-таки первые, кому они должны понравиться, Мотко, возможно, Путину, который, в общем, по поручению которого канал был создан, они должны понравиться каким-то, в общем, высоко стоящим людям, а болельщикам уже во вторую очередь. Хотя тоже бы, наверное, хотелось. Но прийти это просто иначе устроено. Вот так вот мы рассуждаем прямо сейчас о том, что есть в нашем спортивном эфире, в нашем спортивном мире. Дмитрий Навош, руководитель проекта sports.ru, у нас в гостях. Прямой эфир спорт.фм. Дим, ты представь себя на позиции сейчас главного редактора или руководителя Матч ТВ. Что бы ты сделал в первую очередь? Ох, как говорится, не дай бог. Я бы не хотел работать в государственных холдингах, потому что я боюсь, что уровень свободы, который есть у руководителей там, меньше и ниже. То есть он, да, нам, конечно, гораздо больше денег, но свобода иногда важнее для того, чтобы делать хорошие медиа, хороший контент. Ну, не знаю, хорошее ли мы делаем. Мы, по крайней мере, нравимся какому-то значительному количеству людей. И именно за деньги, которые приносят нам эти люди, мы живем. Мы абсолютно... Да, перед выборами, да, перед выборами проект с политическим, в общем, политическим объединением все-таки партии «Яблоко» был у вас, чья это была идея. И оправдан ли он, учитывая, сколько процентов «Яблоко» набрало в итоге? Ох, не хотелось, за что не хотелось бы нести ответственность за результаты партии «Яблоко». Я считаю проект хорошим, а результаты, конечно, плохими. Я просто не уверен, что здесь один проект мог бы что-то серьезно изменить. У нас были внутренние споры, размещать ли такую рекламу. Но это не первый случай политической рекламы на sports.ru. Перед выборами мэра Москвы Алексей Навальный тоже покупал у нас рекламу, и были баннеры и так далее. В сетях, через сети, Google и так далее я видел, что даже «Единая Россия», баннеры «Единая Россия» к нам попадали. Но они не напрямую нас покупали, а в сетях Google и крутились в нашем сайте. Так что, в целом, я бы повторил, если бы снова оказался в этой точке. Все то, что вы сделали. Да-да-да, не считая этот опыт неоправданным. Очень важный момент – коммуницировать рекламу как рекламу. Ну хорошо, а то, что вы ассоциируетесь и ассоциируетесь ли с политической партией, которая, скажем так, набрала очень низкий процент на выборах и не прошла в Госдуму? Ну, мы много с кем ассоциируемся. Наш, там, не знаю, крупнейший автомобильный рекламатель – автокомпания BMW. И, не знаю, ассоциируемся мы с успехом автомобильной компании BMW или нет, потому что они много рекламы сглупают на sports.ru. Или ассоциируемся ли мы там с Рибаком, который вот сейчас как раз смешно издавался. Хорошо, это все рекламные спонсоры, понятно. Здесь мы о политике говорим все-таки. Это момент, который важен, который интересен тебе самым неспортивным слушателям и читателям. Ну, вообще, люди... Мы услышали некоторое количество мнений такого рода, что политике не место в спорте. Но мне в этот момент людям хочется сказать привет, извините. Подождите, где в России мы сейчас говорим о том, что политике не место в спорте? У нас спорт весь состоит из политики. У нас КХЛ и Матч ТВ учреждены, потому что так захотел один человек. У нас там чуть не был создан объединенный чемпионат России и Украины, потому что это была абсолютно такая политическая история. И, может быть, действительно лучше бы он был создан, чем все остальное, что было после этого. И так далее, и так далее. Поэтому нет. Ну, вообще, люди, которые читают спортс.ру, они хорошо знают, что мы широко смотрим на спорт. Нам интересны... Для нас там условно Криштиану Роналду или, например, Павел Датюк не перестает существовать, когда он покидает пределы спортивной арены. Нам важно, как он выглядит, с кем он дружит, кто его девушка, на каком автомобиле он ездит. Мы знаем, что топовые спортсмены — это буквально члены семьи, на самом деле, для многих из нас. Не журналисты вообще, для читателей. Люди следят за ними всегда, а не только в эти самые 90 минут или 60 минут хоккейного матча. И мы широко смотрим на спорт, и политический аспект тоже не является исключением. Мы никогда не запрещаем себе останавливать разговор о причинах того, что происходит, скажем, с КХЛ, в тот момент, когда мы там убираемся в какой-то политический сюжет. Мы его, конечно, тоже рассказываем. Дим, тебе страшно за будущее спорта, учитывая все последствия возможные, которые могут быть после публикации доклада Макларена? Да, безусловно, сейчас, наверное, ну, не наверное, вне всяких сомнений, худший допинговый скандал в российской и советской истории. И уже сейчас люди, которые начинают говорить, что это за Россией, следят особенно пристально, уже даже не являются неправыми. Я против паранойи, но действительно сейчас русский спортсмен априори под подозрением. Это очень плохая ситуация, очень некомфортная и очень тяжело из нее выбраться, потому что первая реакция, конечно, закусить у дела, объявить им бойкот, назвать их козлами, сказать, что мы ни при чем. Это просто нас травли. А правильный способ другой. Нужно делать, конечно, вещи, которые эмоционально неприятно делать. Нужно реально бороться с допингом и быть, на самом деле, просто пытаться быть идеальными под этим особым вниманием, которое будет приковано к российскому спорту. Ну, представь, что у нас сейчас отнимут не только чемпионат мира по Бабс-Левиске или Тону, чемпионат мира по футболу, что мы будем делать? И это же похуже, похлеще 80-х годов и бойкотов Олимпиады. Я думаю, что не отнимут, потому что спорт, олимпийский спорт живет немножко в другой вселенной по отношению к футболу. Недаром футболисты и юноши с молодежными командами участвуют в Олимпиадах. FIFA не менее значительная и там влиятельная организация, чем Олимпийский комитет. И мы слишком уже близко к чемпионату мира, уже слишком поздно его отнимать, слишком многое уже сделано. Я всегда говорил и говорю сейчас, если не будет никакой войны, то чемпионат мира пройдет в России, и у меня в этом по-прежнему нет никаких сомнений. Завершается наш диалог потихоньку. Я сказал уже о том, что очень серьезно, ну скажем так, в обычных СМИ претерпели изменения спортивной редакции. Некоторые исчезли после Олимпиады 2014 года. Представим, что чемпионат мира по футболу все-таки пройдет в России. Дай бог, чтобы все осталось. Нас не ждет конец спорта после чемпионата мира по футболу? Риски такие есть, что государственные инвестиции в спорт могут значительно быть сокращены. Но с другой стороны, если посмотреть на эффективность этих государственных инвестиций, то где-то, может быть, и пускай. Может быть, давайте у нас не будет государство спонсировать профессиональный спорт. Давайте оно займется детским и массовым. Профессиональный спорт пусть спонсируют олигархи, либо просто вот мы сами зрители, болельщики и так далее. Да, он будет поскромнее, зато он будет ближе к нам. У нас не будут воспринимать футболистов как каких-то мажоров, переоцененных в деньгах, и они как-то роднее будут восприниматься. Вот даже в «Динамо» я слышал, что участие аудитории прям какой-то всплеск нового интереса клуба, потому что это не какие-то мажоры, а какие-то наши простые ребята, за которых приятно стало болеть. То есть, наверное, какой-то удар по спорту произойдет, я не сомневаюсь, особенно если государство не будет становиться богаче. Пока к этому нет предпосылок. Дима, спасибо большое. Дмитрий Навоша, руководитель проекта «Спортс.ру». Целый час был у нас в гостях в проекте «На все сто». Ну а прямо сейчас продолжение нашего проекта, посвященного итогам года. Целый час о двух командах, которые подарили нам ощущение гордости за российский спорт. Баскетбольный ЦСКА стал победителем Евролиги. В 2016-м волейбольный «Зенит» выиграл Лигу чемпионов. Кто круче? Выше? Красивее? История побед, невероятное сравнение. Музыка и фильмы – все это в исполнении Александра Лысковой. Наслаждайтесь, вспоминайте, гордитесь это спортовым. Реклама Ищите, где выгодно купить смартфон «Самсунг»? Покупайте у экспертов. Только до 31 декабря. Во всех магазинах «Ноу-хау» можно купить смартфоны «Самсунг» в кредит без переплаты. Купите смартфон «Самсунг» и получите подарок. До 2000 рублей на следующую покупку. Подробности в магазинах «Ноу-хау». «Ноу-хау» – поговори с экспертом. Удорожание товара, приобретенного в кредит, не происходит за счет скидки продавца в размере 12% от первоначальной стоимости товара. Кредит предоставляет банк-партнер ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 316. В такую погоду выйти из дома отважится каждый. Кроме тех, у кого есть новый «Вольво В60 Кросс Кантри». Настоящий шведский автомобиль, готовый покорять зиму вместе с вами. Только до 30 декабря всех покупателей «В60 Кросс Кантри» ждет особое преимущество в 240 тысяч рублей. Подробности у официального дилера ООО «Вольвокарс» «Мейджор» 225-5353, код 495. В центре притяжения, в центре культуры, в центре истории. Новый жилой комплекс бизнес-класса «Пресня-Сити». Живите в центре. Вся инфраструктура. Фантастические виды на Москву. Рядом метро улица 1905 года. Жилой комплекс «Пресня-Сити» от компании «Коалко» и «МР-Групп». При участии группы ВТВ. До 31 декабря скидка до 9%. Цены от 8 миллионов рублей. Звоните. 495-966-07-66. Проектная декларация на «Пресня-Сити». Пришло время погашать кредит. Опять ехать на другой конец города. Не нужно никуда ехать. Ведь можно легко погасить кредит в любом отделении Евросети по системе «Золотая корона». Погашение кредитов любого банка РФ в Евросети. Всегда вовремя, всегда по пути. Услуга по перечислению денежных средств предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия ЦБ РФ номер 3166К. Комиссия 1%, но не менее 50 рублей. Подробности у продавцов в салонах, а также на сайте. www.creditdefiscorona.ru Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Спортивные легенды на «Спорт-ФМ». Знаменитая советская лыжница Клавдия Боярских за короткую профессиональную карьеру, в рамке которой уместились только одни Олимпийские игры, успела выиграть очень много. Именно на тех играх в 1964-м в Инсбруке Боярских добилась невероятного успеха, выиграв все забеги, в том числе и на короткой дистанции 5 километров, которая тогда впервые вошла в Олимпийскую программу. Как не вспомнить, что в детстве Клавдия едва не погибла, попав под машину, а в «Спорт» пробралась вопреки категорическим запретам врачей. В те времена...